Всем привет! Сегодня у меня обзор на мой тактический нож. Что такое тактический нож? Это тот нож, который предназначен для широкого круга и спектра задач. Например, этот нож хорошо показывает тебя в outdoor, загородных условиях. Заготовка дров, заготовка щипы, заготовка стружки. В общем, заготовки дров для первоначального розжига. Дальше это и разделка туши, разделка рыбы, разделка мяса, нарезка овощей. Это и хозбыт, строительство, ремонт, электротехнические работы и тому подобное. Поэтому он и называется тактический нож. Нож для выполнения разнообразных задач широкого спектра. Нож выполнен в стали АУС-8. Это у нас 57-59 единиц по шкале Роквелла. Клинок выполнен в цвете матовый пстон Бош. Монтаж в садной фуллтанк. Здесь блокировка рукоятки за счет завальцовки отверстия под темляк. Сам материал рукояти прорезиненный Эластрон. Цепки, охватки. Классный материал. Ножны. Это у нас АБС-пластик. Имеет у нас систему для крепления навесного оборудования. Также имеет он отверстие для слива воды. И нож у меня имеет навесное оборудование. А именно это огнево и заточной муссат. И имеет крепление как классическое. Это у нас вертикальный подвес. Также систему ТЭК-ЛОК. Что такое система ТЭК-ЛОК? Система ТЭК-ЛОК это та система, которая позволяет вешать и устанавливать нож на разнообразное тактическое военное обмундирование под разным углом. Можно зафиксировать нож в горизонтальном положении. Можно в вертикальном положении. А можно и вообще в разных углах и тому подобное. Особенно система подходит для тех рюкзаков, где есть тактическая система МОЛИ. Это та система, которая имеет специальные стропы. Сейчас я примерно покажу, как можно зацепить этот нож на рюкзак. Берем рюкзак. Вот у нас есть ТЭК-ЛОК. И попробуем сейчас систему ТЭК-ЛОК установить на рюкзак. Поехали. Нож я зафиксировал с помощью системы ТЭК-ЛОК и строп МОЛИ. Нож теперь никуда не денется. Так он будет теперь установлен. Также с помощью перемены кронштейнов можно делать вертикальный угол, горизонтальный угол под 45 градусов. Вот что такое система ТЭК-ЛОК. Она применима и для поясного ремня. Я потом позже покажу, что такое традиционный подвес. И что такое подвес с помощью системы ТЭК-ЛОК. Нож я использовал уже много раз. Поэтому он имеет потертости. Вот здесь, например, и царапины есть. Уже такие рабочие шероховатости. Но еще бы. Этим ножом я готовил шашлыки. Я готовил плов. Этим ножом я заготавливал дрова для первоначального рожика. Я им строгал, я им рубил и я им резал. Естественно, нож немножечко потерял свой товарный вид. Да, это наклейку все забываю. Сколько времени уже прошло, я все постоянно забываю и отклею. Кстати, говорил я или не говорил, толщина обуха 3,7 мм. И несмотря на такое сведение, на такой толстый обух, нож отлично режет. Видно, да? То, что нож прекрасно режет. И это после того, что я им работал и по дереву. Взготавливал дрова. Разделывал тушу. Готовил шашлык. Готовил плов. Нарезал овощи. Делал салат шокороб. Делал салат от чук-чук-чук. Классно себя показывает нож. Офигенный нож для широкого спектра задач. Я не буду показывать, как этот нож рубит, режет, ругает. Здесь у меня в комнате сейчас разводить бардак я не хочу. На природе снимать я пробовал. Ветер задувает микрофон и ничего не слышно. Сейчас расскажу, что такое у меня здесь установлено. Это дополнительное тактическое навесное оборудование. Предположим, представим такую ситуацию. То, что я приехал за город, на природу, приготовил дрова для первоначального розжига. Настрогал всяких щепок, опилок и так далее. Далее я разделал тушу, развел костер, нарезал овощи. И после этого всего нож у меня чуть-чуть подсел и перестал быть таким острым, каким был в первоначальном его виде. Что я делаю? Я беру ножны, здесь хлястик я отстегиваю и вынимаю алмазный мини-муссат. Вот такой вот. И в полевых условиях нож у меня будет всегда острым. Я начинаю легкими-легкими движениями вправить режущую кромку ножа. Буквально 40 секунд. Нож у меня опять острый. Наточил нож, муссат обратно, убрал специальные крепления и застегнул хлястиком. Опа. В принципе, вот. Можно ли с помощью этого ножа добыть огонь? Представим такую ситуацию. Я приехал на природу, взял с собой продукты. Заготовил дрова для первоначального розжига костра, огня, под котел и так далее, под шашлык. А спички я и зажигалку или забыл, или спички отсырели, или зажигалка вылетел кремень или кончился газ. Короче, зажигалки и спичек у меня нет. Что я могу сделать? Я могу взять хлястик отстегнуть, взять огниво, взять нож. И сейчас у нас будет опыт. Можно ли с помощью ножа добыть огонь? Это вата, обычная вата, сухая. Это имитация сухой травы или имитация бересты. Или прочего сухостоя, каких-нибудь веток. Я сейчас, предположим, нахожусь на природе. У меня нет ни спичек, ни зажигалки. Как я выйду из положения с помощью данного тактического ножа? А вот так. Я беру кресало, или по-другому оно называется, огниво. Прислоняю огниво к объекту, который нужно поджечь. И начинаю высекать искру. Понятно, да? Что с помощью ножа запросто можно добыть огонь. Можно еще раз проделать этот момент. Буквально 15-20 секунд, и я добыл огонь. Далее, после того, как я добыл огонь, я беру кресало. Оно же огниво, оно же огниво. И в специальный крепежный элемент я его устанавливаю. И застегиваю хлястик. Опа! Получается, у меня тактический нож оправдывает полностью свое название. Тактический. Он же покрывает весь спектр задач. Он же заготавливает дрова. Он же разделывает мясо, разделывает тушу. Он же нарезает овощи. Он же помогает в строительстве, помогает в электротехнических работах, помогает в ремонте. Он же помогает в лесных экстремальных условиях разжечь костер, добыть огонь. И даже если он затупится, естественно, ты заточную систему и огромную точилку с собой в лес не попрешь. Это размеры, вес. Искать камень. Ты там такого наточишь на камне. Ну, речной камень, булыжник какой-нибудь. Ты там такого наточишь, что только все испортишь. Если нож затупился. Это алмазный мини-мусатик. Хоп, аккуратненько провел. Хоп, аккуратненько провел. Можно вот так вот пройтись. Можно мусат упереть по поверхности. И вот так вот пройтись им. По-разному можно. Я привык на весу. Подправили аккуратненько кромочку. Смотрим. Какой-нибудь кусочек. Сейчас черканем. Я думаю, все видно и так. Все понятно и так. Вот и все. Также есть отверстие под темляк. Можно сюда привязать темляк. Это сделано специально, чтобы при рубящих движениях нож случайно не выскользнул или не улетел в кого-нибудь из твоих коллег. Это сделано специально, чтобы не потерять нож. Берется здесь вот, например, шнурок. Продевается, закручивается. И уже идет именно обхват рукояти. Идет некий такой замок плотный из темляка. Чтобы нож уже никуда не делся. Но темляк, он зараза мешает при работе на кухне. Темляк начинает свисать. Он начинает пропитываться рыбим, жиром, мясным соком. Жаря начинает дурно пахнуть. Я от него решил отказаться. Также нож классно работает на обычной городской, квартирной, гражданской кухне. То же самое. Разделает и мясо, нарезает и овощи. И очень круто, что в паре с этим ножом у меня есть нож. Тоже тактический и от того же производителя. Вот он. Это нож. Тоже выполнен из стали. Аус 8. Тоже у него 57-59 единиц по шкале Рокова. Но у него немножечко поменьше толщина обуха. Он является настоящим тактическим ножом для полевой кухни. Когда этот нож имеет более классическую форму для тактического ножа, данный нож имеет более кухонную форму. То есть форму шеф-ножа. Он тоже покрывает большинство спектра универсальных задач. Потому что он является тактическим. И в паре вот с этим ножом они очень классно работают. Ими очень классно готовить. Они удобные. Такие вот ножны. Я не знаю, есть ли смысл показывать, что такое теклок для брючного ремня. И что такое свободный подвес классический. Тоже для брючного ремня. Ну, покажу, как можно, например, носить нож. Что такое теклок для строп молли, я показал. Но что такое теклок для брючного ремня, я пока не показал. Ну, сейчас быстренько пробежимся, я покажу наглядно. Вот нож у меня на классическом вертикальном подвесе. Так вот он висит. Просто здесь есть специальная такая щелевка. В эту щелевку вдевается брючный ремень. И вот, пожалуйста. И так же легко помещается обратно в ножны. Тут есть специальный, я не показал вам, специальное колесико. Вот оно. Специальное колесико, которое очень надежно удерживает нож в самих ножнах. Так вот оно отщелкивается. Так как это ножны тактические. И легко все это убирается обратно. И колесико с помощью проворота защелкивает обратно нож в ножнах. Опа. Вот что такое традиционная классическая система свободного подвеса и свободного ношения ножа. Единственное, что выдает, это маленький пиптик, который торчит из-под футболки. Также сейчас я покажу, что такое система Тек-Лок и как обычно носит нож с системой Тек-Лок. Вот я зацепил нож по системе Тек-Лок. Сейчас у меня нож находится в горизонтальном положении. Я могу вот так вот спокойно извлечь нож и обратно поместить его в ножны. То есть, еще раз повторюсь. И так же он легко обратно убирается в ножны. И защелкивается. И футболкой закрывается. Вот что такое система Тек-Лок вертикального подвеса. Так же систему Тек-Лок можно использовать и немножечко по-другому. Как пример для скрытого ношения. Нож зацеплен сзади за брючный ремень со стороны спины. Раз. И нож у меня уже в руках. Все. Вот что такое система Тек-Лок и как она крепится на штаны. Так же можно устанавливать как и вертикально, так и горизонтально, так и под разными углами. С помощью перестановки клипс на вот этой тактической системе крепления нужно. Вот по сути я по основным моментам пробежался и кратенько так рассказал. Вот что такое тактический нож в моем понимании. Здесь отдельно покупается навесное оборудование. Отдельно покупается система Тек-Лок. И я сам собрал нож по своим личным желаниям, по своим личным предпочтениям. А именно я хотел, чтобы на борту этого ножа был мусат и огнево. Оно же кресало. Чтобы я мог разжечь костер в любых условиях. Без спичек, без зажигалок. И чтобы я смог заточить нож так же в любых условиях. Без всяких там заточных систем. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.